Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы о трудных сложных местах Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, книга Исход 7.20, книга Исход 7.22, мы попробуем ответить на такой вопрос. Как Моисей мог превратить в кровь всю воду, если у чародеев осталась вода для совершения аналогичного чуда? Проблема заключается в том, что в Исход 7.20 категорично утверждается, что вся вода в реке превратилась в кровь. Но в то же время говорится, что волхвы египетские, чародеи египетские, они повторили то же самое чудо, то есть они где-то достали воду и тоже превратили ее в кровь. Что было бы невозможно, если бы Моисей действительно всю воду земли египетской превратил бы в кровь. Я помню, что в советское время атеисты использовали такой ход мысли для того, чтобы показать, что в Библии есть противоречия. Но такое могло сработать только на людей, которые не читают обсуждаемый текст, текст, который ставится кем-то под сомнение, как противоречивый. Потому что в той же самой 7 главе, 24 по 25 стих, мы находим такие слова. «И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». О чем это? Это о том, что воду люди добывали. Но они добывали воду из подземных источников, то, что находилось под песком. Поскольку песок, как известно, он действует как естественный фильтр, и он очищает воду от любых возможных примесей. Потом вот это уточнение исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Это указание на то, что каждая казнь, она не длилась более 7 дней. Более 7 дней. Она была для того, чтобы люди задумались. Иногда она прекращалась даже быстрее. Но для всего полагался некий предел. Таким образом, здесь никакого противоречия мы не видим. Просто лишний раз мы убеждаемся, что нельзя выдергивать текст из контекста, как особенно это любят делать сектанты. Надо рассматривать весь контекст для того, чтобы убедиться, а почему возникает какая-то логическая сложность. И мы видим как бы внешнее противоречие там, где на самом деле его быть не может. Ибо Слово Божие живо и действенно. И Слово Божие есть истина. Как и сказано, закон мой истина. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели очередной вопрос. Это интересный вопрос, потому что часто я видел возражения по поводу этих текстов. Теперь, вооружившись, вы сможете уже правильно и грамотно отвечать, указывая, что называется, пальцем на тот отрывок, который почему-то не заметили, почему-то не обратили на него внимания. Это общий принцип. Когда мы видим, что один текст как бы противоречит другому, мы должны найти отрывок, который решает это противоречие. В данном случае это именно так. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.